Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о безотцовщине. И сегодня я хотел бы поговорить о втором этапе служения Иоанна Крестителя или том образе служения, которое Бог нам дает, показывая на примере жизни и служения Иоанна. Это возвращение непокорным образом мышления праведников. Это когда люди, которые не желают поступать так, как поступать нужно или должно, начинают думать по-другому. Когда они начинают понимать, что думать и поступать нужно все-таки в соответствии с определенными правилами. Откуда возникает непокорность? Это не просто, как думают некоторые, внутреннее состояние противления, когда человек не хочет просто поступать правильно. Я думаю, что оно рождается все в той же безотцовщине. Когда наши родители не поступали с нами должным образом, когда они не посвящали нам время, когда они были заняты чем-то намного важнее, чем мы. А потом требовали от нас повиновения, беспрекословного послушания, то это вызывало внутренний протест. Знаете, человек, он устроен таким образом, особенно когда мы говорим о ребенке, сначала ему нужно что-то дать. Смотрите, Бог ведь поступает с нами именно так. Сначала он отдал нам своего сына, сначала он принес жертву, а потом он сказал, вы должны поступать достойно того звания, в которое вы призваны. Многие родители сегодня не поступают с детьми так, как Бог поступает с нами. Они не посвящают свою жизнь, они не проявляют любовь, но они требуют послушания, они требуют беспрекословного повиновения, они требуют порядка, понимания которого у ребенка просто нет. И в прошлой капле мы с вами говорили о том, что сначала мы должны вернуть наше сердце нашим детям, полюбить их от всего сердца, и потом перейти ко второму этапу. Требовать послушания. Вернее, не требовать послушания, а наблюдать за чудом, которое будет производить та любовь, которую вы будете проявлять, когда ваш ребенок начнет думать, как человек праведности, понимая, что то, что вы говорите, действительно имеет ценность. Субтитры создавал DimaTorzok